Всем привет! Его величество клубный футбол вернулся, да еще как! Просто посмотрите концовки матчей Малерка, Бильбао или Дженуа Аталанта. А как вам камбэки Болони и Марселя? А голы воспитанников Челси? Их уже 11, и это рекорд. А первые таймы в исполнении Тоттенхэма и Челси? А обалденная по качеству игра Лейпцига и Баварии? В общем, в нашу команду недели в этот раз хотели все! Кроме, пожалуй, футболистов Монако. 140 миллионов летом потрачено, а они не выигрывают уже 5 матчей подряд. Поехали, начинаем как всегда с вратаря. Классные матчи провели парни из серии А. Войса Ченсны и Хуан Мусо из Удинезе, который даже в проигранном поединке Интеру много выручал. Но здесь вторую неделю подряд у нас новое имя. На этот раз Маноло Рейна, вратарь Мальорки. Один из главных героев странного матча, где команды, создав очень много моментов, так и не забили. А венцом стал отбитый Рейн в добавленное время пенальти от Адуриса. Крайние защитники. Справа Будулай вернулся. Это я про Сержа Арье. Какой феерический матч они провели на правом фланге вместе с Сон Хен Мином. За один тайм они уничтожили оборону Кристал Пелос. А его Арьец теперь, надеюсь, станет основным, ведь с ним шпоры выглядят гораздо лучше. Слева сыграет универсал Хакими. А Шраф, думаю, за счет своей универсальности и эффективности при подключениях в атаку, может по праву входить в топ лучших крайних защитников мира уже сейчас. Вот и с Байером он был одним из лидеров на поле. В центре обороны, конечно, сыграет Фикаю Тамори из Челси. И не только благодаря его суперголу, а еще благодаря своевременным подключениям, классному прессингу, отличной по страховке партнеров. И даже пропущенные сильные в конце голы не портят картину. Тамори был очень хорош. С ним в паре сыграет Диего Годин. Думаю, один из ключевых игроков нового интро Антонио Конто. Уругваяц привносит в команду спокойствие, минимизирует ошибки, как всегда опасен при стандартах. А главное, они с партнерами допустили всего шесть ударов в сторону ворот за матч. При своих-то двадцати двух. Переходим к полузащите. Здесь главный дирижер заново строящейся Ромы, Лоренцо Пелегрини. Парень за 20 минут матча с Сосуолом отдал три голевые. Столько же он отдал за весь прошлый сезон. Одним из ассистов Лоренцо, кстати, помог забить новичку Мхитаряну. Главное теперь, чтобы такая игра стала стабильнее. Рядом с ним поставим Фрэнки Де Йонго. Наконец, Вальверде отдал ему роль восьмерки на поле. И голландец теперь гораздо больше начинает приносить пользу в атаке. В матче с Валенси это помогло Фрэнке на пару с Фати забить к седьмой минуте уже два мяча. При этом, при всем, никуда не делась точность. В этом матче она у Де Йонго составила 100%. 53 точных пасса из 53. Переходим к атакующим полузащитникам. Справа поставим Сон Кенлина, главного конструктора победы над Пелос. Он делал на поле все. Забивал после прохода. Отдавал разрезающие передачи на гол. Начинал голевые атаки. И очень красиво результативно пробил с лета. Эриксон может даже отдохнуть, когда кореец в такой форме. Слева поставим открытие команды Антонио Конте, Стефано Сенси. Уже сейчас он видится главным диспетчером команды. Очень хорошо исполняет роль десятки на поле. За счет скорости принятия решений часто обостряет. Здорово подключается вторым темпом. И постоянно угрожает воротам и сам. В центре ложную девятку, ну или классическую десятку сыграет Фермино. В сумасшедшей форме он находится. И теперь бразилец не только полезен в командном прессинге и подигрыше. Он еще и красиво создает на поле. Гляньте его передачи в матче с Нью-Краслом. Ну и нападающего на этой неделе сыграет новая звезда эрик дивизии СПСВ. Дониел Маллен. Ну не мог я его не отметить. Двадцатый паренек. Забил на неделю немцам. Сначала в гостях за сборную Голландии. А на выходных отметился пятью голами ворота Витеса. Воспитанник Аякса и Арсенала в 20 врывается в европейский футбол большими шагами. Будем следить за ним и дальше. И главное, голы ведь забывает на любой вкус. Расстановка вышла 4-2-3-1. Самая сбалансированная, на мой взгляд. И в этой команде собраны универсалы, которые будут хороши и при игре первым номером, и при игре на контратаках. Такая настоящая кубковая команда. Прям под Лигу чемпионов, которая стартует уже на этой неделе. И, кстати, нас ждет просто космический первый тур. Дортмунд играет с Барселоны, Наполи с Ливерпулем, Атлетико с Ювентусом, ПСЖ с Реалом. Ну и, конечно, российские клубы тоже стартуют в турнире. Зенит поедет в гости к Леону, а Локомотив к Байеру. И самые выгодные коэффициенты на эти игры вы сможете найти на сайте наших партнеров из Marathon.bed. Ссылка внизу. Будет жарко. Тренером же нашей команды недели, конечно, будет Юлиан Нагельсман из РБ. Вы видели матч с Баварией? Как они быстро переходят из обороны в атаку? Как играют первым номером против чемпиона? Как средние игроки типа Забицера у Нагельсмана выглядят топами на поле? Как Паульсен на глазах становится страшной силой? В общем, я теперь думаю, что Зенит ждут тяжелейшие матчи в групповой турнире Лиги Чемпионов с немцами. Но в питерсов все равно верят. А теперь список игроков на замену. Первым здесь как раз датчанин Паульсен и РБ. Очень сильный матч провел с Баварией. Был хорош в быстрых атаках и сам себе моменты создавал. Думаю, ему пора в топ-клуб. Как идеальная замена себя показал Луис Суарес. Выйдя на поле, забил два очень красивых мяча. И вполне себе смотрится это сочетание. Суарес-Гризман. Посмотрим, что будет, когда вернется Иллео. Карим Бензима провел идеальный матч против Леванта на позиции центр-форварда. Все-таки пока команда строится. Йович и Азар только начинают выходить на поле. Васкис как был с львичком, так и остался. Венисиус пока так и не умеет забивать выхода один на один. Вот и приходится французу за всех отдуваться. И справляется он неплохо. Далее, 16-летний Ансумана Фати. За свою спортивную наглость. За то, что провел хронокровие в моменте с голубым пасом на Де Йонга. И за то, что спасает шкуру Вальверда. И делает незаметную травму Дембеля. Ну и Тейми Абрахам из Челси. На мой взгляд, если бы не Пенте-3 голландца Маллина, именно англичанин должен бы быть в основе нашей команды. Тейми забил три гола. И все как иллюстрация своих умений. Игра на опережение. Расторопность в штрафной площади. И оба лишь один в один с поставленным ударом. Браво, Тейми. Голосуйте, как всегда, вы тут сверху. Кто должен быть в основе нашей команды лучших игроков в неделе. Ну а теперь топ событий последних 7 дней от Саши Журавлева. Всем привет. В начале этой недели сборная России ужасно сыграла с Казахстаном. Но тем не менее выиграла. Так что на третьем месте жалобы Маурицу Сари. Мы увидели на бровке совсем другого Сари. Он уже не в спортивном костюме. Это было одно из условий подписания контракта от боссов Ювентуса. Ну а на пресс-конференции после игры коуч снова начал жаловаться. На проблемы с травмами и на жару. Так как игра начиналась в 15.00 по местному времени. Услышав это, Антонио Конте сразу опешил. Кое-кому нужно успокоиться. Он теперь на мощной стороне. Дело в том, что будучи тренером Наполи, Сари постоянно негодовал, что матчи его клуба ставят днем в жару. А богатый Юви играет вечером. Им легче. Но теперь вот сам Маурицу в Ювентусе. А жалобы продолжаются. И игра у команды пока совсем не радует. А Интер отрывается в таблице. Пока минус один. Второе место. Дихая история с четвероклассником из города Сосновоборска Красноярского края Прохором Ильиных. Которым учителя пытались запретить ходить в школу с крашенным хвостиком в стиле Златана Ибрагимовича. Парень занимается футболом и подражает любимому игроку. Но средневековая администрация школы хотела перевести парня на домашнее обучение. Потому что, по их мнению, Прохор своей прической плохо влияет на остальных. И цитата. А окрашивание волос в яркие цвета пошло с запада от представителей сексуальных меньшинств. А также похожую прическу носили члены юношеских организаций времен фашистской Германии. Что? Объясните мне, как и главное, чему вообще такие узколобые люди могут научить новые поколения? Я честно говорю, я думал, такие дремучие учителя остались в 90-х. Но нет. Почему они считают правильным тех, кто как-то выделяется, переводит на домашнее обучение? А, хотя да, нужно же, чтобы все как у людей. К счастью за Прохора вступились многие футболисты, тренеры и даже чиновники из Минобразования. От парня отстали. Но учителям из прошлого века минус 10. Ну и первое место. Абсолютно несправедливое увольнение Марселина из Валенсии. Сингапурский босс-клуба Питер Лим отправил в отставку самого успешного тренера летучих мышей за последние 11 лет. Который совсем недавно принес клубу первый за эти годы трофей. А все потому, что Марселина не согласился с вмешательством владельца в состав команды. Лим разозлился и вот так решил показать свою силу. В счете были не только болельщики, но и игроки, которые обожали коуча. Потому что с ним вышли на новый уровень. Дани Пареха, Денис Черышев, Родриго и другие даже опубликовали посты в своих соцсетях, в которых сожалели об уходе наставника. Команду возглавил неопытный Альбер Саладес. И кажется, Валенсия потеряет нынешний сезон. В первой же игре после увольнения Марселина разгром 2-5. Пусть и от Барсы, но не важно. Глупейшее решение Питера Лима в минус 20. Но хорошего на этой неделе было больше. Чего стоит только победный супергол Рабоны в чемпионате Китая от Эрана Захави. Просто космос. Или смешной унос с поля Сердара Азмуна Артемом Дзюбы, который таким образом спас партнера от карточки. И над этим моментом посмеялись даже в Европе и предположили, как бы круто было Дзюбу иметь в Челси в прошлом году. Тогда бы Кепа точно ушел с поля и выполнил указания Сария. Ну а на третьем месте рекорды 16-летнего Ансумане Фати. Барса накупила много крутых игроков летом, но решает на поле чинейджер из собственной академии. В прошлых матчах чемпионата парень стал самым молодым дебютантом Барсы за 78 лет и рекордным автором забитого мяча. А в поединке с Валенцией Фати стал самым молодым автором гола и паса в одной игре чемпионата Испании. При этом вообще нет ощущения, что пареньку 16, он смотрится очень уверенно, как стабильный игрок основы и тащит команду. Неудивительно, что сейчас Фати самый дорогой 16-летний футболист мира. Кажется, у нас появляется новая футбольная звезда. Пацану плюс 5. Второе место. Гол Неймара, заставившись замолчать болельщиков. Форвард так никуда и не ушел из ПСЖ, и как мы с вами и предполагали, бразильцы начали травить фанаты парижан. В игре с астрозбором Неймара постоянно освистывали и вывесили несколько баннеров против него с текстом вроде «Нет шлюхам в Париже». В ответ на это бразилец стал лучшим игроком матча, а на 90-й минуте забил красивейший гол ударом через себя и принес ПСЖ победу. Вот это действительно было круто. Единственный способ обелить репутацию это играть на максимум каждый матч. Это по-взрослому Неймара. Плюс 10. Ну и первое место. Очередные фантастические рекорды Криштиану Роналду. Португалец в игре с Литвой оформил покер и теперь стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров к Евро. Обогнал Робби Фаулера. А еще стал первым футболистом в мире, который забивал 40 разным сборным. Невероятная стабильность. Ну и теперь на счету Криро 93 гола за национальную команду. До рекорда иранца Али Дайей всего 16 мячей. И я почти уверен, что форвард и это достижение побьет. Короче, я даже не знаю, когда он перестанет удивлять. Криштиану и в этом сезоне снова в классной форме. Мурицу Сари осталось только игру в Юве наладить, а забивать есть кому. Криштиану плюс 10. Переходим, как всегда, к команде худших. Братарь Монако Ликонт, конечно, очень хочет прописаться в составе. Но у него есть конкурент Антони Лопеш из Леона. В этом матче он пропустил 2 гола всего с 2 ударов в створ ворот. В общем, с начала сезона Леон много позволяет соперникам и пропускает. Это шанс для Зенита. В защите, конечно, заслужил свое место Николас Атаминди. Сначала ловил бабочек на угловом, потом побежал на чужую половину страховать Родри, а обратно уже как старая кляча возвращался. Ну и непонятные пасы и привозы во втором тайме. Просто Ахтул. Лучше бы Уокер или Фернандинио играли вместо него в центре обороны. Полузащита не имеет права выходить на поле Карим Белераби из Байера, так как он не использовал все свои моменты с Дортмундом и даже по воротам не попадал из выгоднейших позиций, а еще не отдал передачи на партнеров, когда мог. Ливеркузен не заслужил поражения с таким счетом. И один из виновников этого именно Карим. В атаку на этой неделе не возьмем Гонсало Игуаина. Вы видели его на поле с Фиолетио? Я нет. Хотя невидимок там было много, даже Криштиан. Но он-то понятно отмечал свои рекорды за сборную. А вот что делал Гонсало, непонятно. Голосуйте вот тут за худшего игрока недели. В прошлый раз выбрали лучшим игроком футболиста Реала Гаррета Бейла. На этой же неделе он не попал в нашу команду. Зато есть много других классных претендентов. Вот они. Сон Хен Мин, Роберто Фернино и Дониэл Маля. Голосуйте и выбирайте лучшего игрока недели по версии Мяч Продакшн. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте колокольчик и посмотрите другие наши выпуски. Васан Баван, Саша Журавлев. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok